По всем сусекам поскребли, позаглядывали в самые дальние уголки, в самые пыльные, в самые темные, но, к огромному счастью, в данном конкретном случае, не влажные. И там обнаружили еще одну микрогруппу. В ней представлены, ну будем так говорить, давайте так, я люблю точность, аккуратность и пунктуальность, поэтому прибыла группа, из которых одна бритва была предзаказана, сейчас мы ее отдельно рассмотрим для Андрея. И вторая бритва еще была предзаказана, еще для одного заказчика, но он не дал своего ответа, поскольку человек работает сутками. Сейчас это часто и густо встречается, поэтому, поскольку наше слово это все, что у нас есть, поэтому я не могу себе позволить ее отправить как бы в свободную продажу, если предварительно я уже слово дал человеку, что приедет бритва. Поэтому я оставлю, скажем так, ее отдельно в сторонке, дабы человек мог иметь возможность выбора. А выбор, я вам скажу, штука с одной стороны опасная, а с другой стороны прекрасная и замечательная. Опасная тем, что она заставляет принимать решения. Но поскольку все люди как бы здравомыслящие и хозяева своей судьбы, поэтому с этим все проще. Значит, оттолкнемся от того, что эта коллекция, вернее, эта группа, она представляет собой раз, два, три, там, по-моему, пять единиц всего. Сначала, естественно, мы рассмотрим ту, которая доехала для Андрея. Это у нас славно известный Ле Колье Анажан, Ле Руяль Развар, номер 22. 22. Еще раз, я хотел бы на этом сконцентрировать внимание. В данной конкретной модели мы имеем классический фреймбэк, разборную конструкцию, вывинчивается болтик, клиночек вынимается и при необходимости меняется на другой клиночек. Сразу должен отметить, вот эту бритву я предварительно туда запожевал вазелина, дабы не распространять как бы ржавчину. Поэтому, сейчас, оно даже видно, я как бы лишок отсюда не снимал, естественно, я затачивал с изолентой, поскольку здесь ребра лобуха такая, очень такое, очень ярко выраженная, будем так говорить, условно острая. Поэтому, естественно, с изолентой я точил, но оттуда я излишки вот этой вазелина, слоя вазелина я не снимал. Поэтому, вот, бритва заточена, сейчас мы ее проверим, а потом я покажу, вот эти, как бы, новинки, которые, как мне показались, еще более прекрасные, хотя уже куда прекраснее, чем вот эта 22-я. Тут одно, одни вот эти ребра к вершине, как бы, к обратной вершине обуха, уже, казалось бы, дальше красивее некуда. А, нет, там они прям вообще извернулись, ну, дайте секундочку, сейчас я уже и так тороплюсь, вы видите, мы уже в обратную сторону рубим. Так делать, цик, цик. Итак, Андрей, приветствую сердечно, бритва, естественно, сегодня упакуется, поскольку час уже такой, ну, мягко говоря, неурочный, поэтому отправятся уже завтра, по понятным причинам. И вот модели, вот они все, как бы, они абсолютно новые, ну, эту не трое. Единственное, что для них коробки, как для этих, поэтому эти коробки не закрываются, они даже вот здесь, как бы, надрываются с этой стороны. А не закрываются они по одной простой причине. Вы видите, какой относительно 22-й модели удлиненный хвостик? Прилично длиннее. Но хвостик это не единственное отличие, которое они в себе несут. Насечка сверху. Сразу скажу, скажу сразу, это 12-я модель. Здесь клинок впаян навечно, будем так его называть. Однако, вы посмотрите, как здесь выполнено основание. В частности, верхние и нижние грани эрля, основание. Посмотрите, какая красота. Вот это чепуха, вот это такой, как бы, пик, микропик. И форма клинка сама по себе. Она, с одной стороны, естественно, чуть более сложная в обработке, поскольку кривая, кривая, кривая. Она такая ярко выраженная. Но, с другой стороны, очень красивая вещь. Прямо очень красивая. Она единовременно и легкая, и воздушная. А с другой стороны, ну, приятно, скажем так, получать тактильный отклик от нее. Отличная штука. Ну, вот одну, как бы, ради спортивного интереса я заточил. Ну, и осталось там, по-моему, раз, два, три, там еще четыре штуки не заточенных. Так, извините. Я заточен вообще взял? Не, ну, должен был. Моментик. Сейчас мы попробуем это все в изобразии. Хотя, скорее всего, это все из-за волоса, а точнее сказать, из-за вазелина на руках. Ну, еще было все-таки, конечно, тренировочные. Ну, не суть. Вот еще раз сам себе доказываю, насколько важна правка. Она просто фундаментально важна. Допустим, заточить бритву – это один момент, но поддержать ее в рабочем состоянии. Мне кажется, если нормально все, справка, дела идут, то на очень длительное время одной заточки хватит. Причем, как по мне, то не стоит недооценивать роль ХБ или льняных строп. Ну, ладно, это все лирика. В сухом остатке. Вот такие прекрасные новинки. 4500 гривен будут стоить каждая. Заинтересованных прошу обращаться. Пока есть они в наличии. Ну, и, наверное, естественно, скажем так, далеко не загадывая, не забегая вперед, вот, наверное, на этом вот эти прекрасные фреймбеки закончатся. Потому что я же говорю, что вычистили все, все, что только можно было. Я все забрал, накрутил руки ребятам, говорю, ну, отдайте, отдайте, не морочьте головы, отдайте. Все, что есть, все заберу. В общем-то, что и произошло. Пошли навстречу и отдали такие. Поэтому вот из таких решений, наверное, больше, наверное, ничего не предвидится. Ну, опять же, таки, не загадывая, потому что тут может быть все, что угодно. Ну, а пока вот такая ситуация. 12-я модель. Впаянный клиночек. Отличная эстетика. Классическая Франция. Напомню, это, ну, скорее всего, либо совсем поздний 19-й век, там, буквально последние 10 лет. Но, скорее всего, где-то в промежутке между 1890-ми и 1910-ми годами. Я так подозреваю, это как раз был расцвет всех этих импортов на территорию США. Керли, это, если я правильно запомню, это торговая сеть была, которая распространяла на территории товары, которые завозились из других стран. Вот такая ситуация. В общем-то, поэтому все. Прошу любить и жаловать. Я же, надеюсь, надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok